Еще раз добрый день вам! Мы опять с Неррией. Неррия, как вы помните, его имя переводится как свет от Господа. И мы рады, что ты с нами. И мы с тобой изучали кратко, что такое жертвы в Священном Писании, на кого они указывают. И в прошлый раз мы стали разговаривать о цикле, который заложен в еврейском календаре. Праздники, Песах, Шавот, Суккот и еще дополнительные, которые там есть вокруг. И мы начали разговаривать про праздник Песах. И ты сказал, что наряду со всеми остальными жертвоприношениями, там приносилась жертва ягненка, который в свое время был принесен до исхода из Египта. Его зарезали, кровь вытекла в такую лунку, которая обычно была на крыльце, где собиралась вода, чтобы не затекала в дом. И кровью помазали косяк, дерево и перекладину сверху. И Малах Адонай, ангел-губитель, проходя мимо домов, в которых он видел кровь, он проходил мимо, а в других домах он не видел. Есть такая идея, что некоторые египтяне, будучи научены горьким опытом предыдущих девяти казней, посмотрели, что делают израильтяне и тоже помазали. Не знаем, как оно работало. Ну да. Интересно, в книге Исход, 13 глава, Бог говорит Моисею, ты должен посвятить мне всех первенцев, потому что они не погибли в Египте. Не потому что они были лучше, а потому что Бог дал путь к спасению. И поэтому они должны были погибнуть, как все остальные первенцы, но они не погибли из-за крови аренца. И поэтому Бог говорит, вы должны посвятить мне всех первенцев. Так вот, и когда вы входите в землю израильскую, Бог говорит, что эти первенцы не погибли, они Мои, да. И как вы должны помнить, третий день из исхода из Египта, 16 Ниссана, первосвященник берет первый снов, первый омир. А первый омир, он хочет, чтобы, когда ты берешь этот первый омир, ты говоришь, вот это первое, я хочу, чтобы все остальное было таким же, как вот это первое. Это символ воскресшего Мошеха. Подожди, подожди. И первосвященник рано утром потрясает перед Богом, как потрясение перед Богом, да, вот эти первые снопы. И это первый омир. Теперь, вопрос. Когда нужно потрясать этот первый омир? Сноп, первый сноп. Омир это сноп на иврите. Да. Когда должны потрясать этот первый омир? Составлены из особенных плодов, которые необычные, то есть они первые, они еще не та большая жатва. Да, да. Теперь, если мы читаем в книге Левит, то написано, что нужно отчитывать от первого дня после субботы. Окей. Теперь, если мы говорим, что пятнадцатая Ниссана это суббота, значит нужно отчитывать от шестнадцатого Ниссана. Окей. Сегодня, абсолютно наш календарь, да, еврейский календарь, мы отчитываем каждый год от шестнадцатого Ниссана. Сверата омир. Окей. И шавуот попадает всегда вав б сиван. Окей. Вав б сиван это шавуот, да. Пятьдесят дней, сорок девять сорок девятого на пятьдесятый день. Да, это вав б сиван. От слова шавуа неделя, шавуот это неделя недель сорок девять на пятьдесятый день. Но если мы скажем, что раввины, они не правы, а нужно отчитывать от первой субботы, которая посреди пасхальной недели, тогда нужно отчитывать, потому что это будет не вав б сиван, а будет прыгать. Окей. Ты понимаешь? Неделя туда, неделя сюда. Она будет прыгать. И я думаю, что Господь именно не дал точную дату шавуот, чтобы евреи каждый год отсчитывали от первого Йом-решона. Чтобы прилагались к тому, чтобы приложиться не к буквоедству, а к исследованию, чтобы сердце к этому приложить. Теперь, а почему раввина из шестнадцатого? Почему это? Почему? Потому что... Легче? Нет. Потому что Иисус исполнил. Иисус исполнил этот праздник. И? Он был распят четырнадцатого Несана. Пятнадцатого Несана он был в гробу. Еще в гробу. Шестнадцатого Несана он воскрес. А вав басиван он сниз послал Духа Своего Святого. Окей. И началась новая организация, которая называется Кейля. Да? Собрание. Окей. И поэтому раввины, не зная того, что это исполнилось уже в нашем Господе, приняли вот такое решение. Ты считаешь, что косвенно это повлияло на решение фарисейского иудариста? Нет. Я думаю, Дух Святой побудил их так сделать. Окей. Есть мнение, что в современном ортодоксальном Сидуре, в Агаде и в других местах есть молитвы, традиционно относящиеся к тому, что там Петр их написал или что-то. Они были абсорбированы, мне один человек показывал. Очень интересно. Но это другая мысль. Давай вернемся. Так вот. Песах. Опять. На шавуот. Когда мы отчитываем 50. Про Песах мы закончили? Ну да. Потому что О наша пасхальная жертва. Окей. И эта жертва как называлась? Ну опять, этот Агнец, который приносился в жертву. Ну кроме этого, когда мы открываем книгу чисел, там идет все это перечисление всех этих жертвоприношений, которые приносятся. В книге Левит здесь говорится поверхностно о всех этих жертвах. Числа, книга Бамидбар, она дает больше дюк. Да. Числа дает более точные жертвы. Хорошо. Какие на жертвы нужно приносить? Значит, все жертвы, которые мы причисляли раньше, плюс жертва пасхальная. Ага. Это на Песах. Да. Производится. Скажи, каким это образом связано с... Помнишь, мы поднимали вопрос Пидеон, Юла? Ага. Или ты хочешь эту тему поднять попозднее? Попозднее, когда мы будем говорить о... Хорошо. Йом-Кипуре? Осенних праздников. Хорошо, ладно. Теперь, когда мы отчитали 50 дней, я уже говорил, что сегодня отчитывают от 16-го Ниссана. Да. И заканчивают подсчет 6-го Сивана. 8-го. 6-го. 6-го Сивана. 6-й Сиван. И ты подозреваешь, что Роха Кодиш, Святой Дух, так подействовал даже на ортодоксальный иудаизм, что была учтена эта жертва Иешуа, что он исполнил все. Нет, они этого не зная, но сделали так, как... Такие вещи случаются. Бет-Шамай, например. Бет-Шамай и Бет-Илель. У них был спор, от какого читать. Потому что одни говорили, нужно считать от субботы. Это был бы наверняка Шамай. Да. А Илель говорил, нет, нужно считать, потому что Песох это тоже суббота. Но опять, если говорить, нужно отчитать 7 суббот. Если пятнадцатая Ниссана суббота, то таких суббот больше нету, как пятнадцатая Ниссана. Потому что это пасхальная суббота, она как бы отдельная. Понимаешь? Поэтому больше я склоняюсь тому, что нужно отчитывать от первой субботы посреди пасхальной недели. Хорошо. Но так или иначе Иешуа исполнил это. Потому что пятнадцатая Ниссана того дня, когда Иисус был в гробу, это была суббота. Угу. Окей. Теперь. На Шаву От приносят также хлебные приношения, о которых мы говорили. И очень интересно, что это хлебное приношение было совсем другое. То есть там была закваска. Да. В отличие от всех остальных хлебных предложений, где был пресный хлеб, там было умышленно указано Господом закваску приносить. Почему? Ну-ка давайте послушаем. Теперь, на Песох мы приносили, на третий день после Песоха приносили пшеницу и потрясали пред Богом. И через пятьдесят дней уже не пшеница, а два хлеба, испеченные кислые. И первосвященник опять потрясает пред Богом. Почему? Потому что Бог видит два народа, евреи и язычники, грешники. Потому что хлеб кислый, да? Окей. И он принимает их такие, какие мы есть. И уже как одно. То есть мы видим, что в праздниках подчеркивались не только моменты искупления, но и пророческий момент. Обязательно. И Бог обращает свое внимание не только на Израиль. Да. Но и на язычников. И ты знаешь, я вот совсем недавно в нашем теологическом институте разбирал послание ефесянам. И Павел вот этот момент называет тайно сокрытой от прежних народов, которое было открыто апостолами, что язычники должны быть и наследниками. И я всегда очень удивляюсь, почему это тайна. Что такого? Или потому что поколение Павла меньше всего думало о том, чтобы привести к вере язычников. Тогда как отнестись вот к этим стихам, которые ты говоришь? На прошлой неделе мы изучали Павлашат Итро. И то же самое. Итро стал язычник, который приобщился к обществу Израиля. Который прославил Бога Израиля. А до этого, одной главы до этого, да, предыдущие две недели тому назад, там последняя война. Война между Амалеком и Израилем. Окей. И там написано Схор это Амалек. Помни Амалека, да. Чтобы его имя было выложено из... Как ты это связываешь с язычниками? Так смотри, кто такие Амалекотяне? Амалекотяне это... Это Сава. Да. А кто такое Итро? Это тоже Идумей. Окей. Тоже потомки Авраама. То есть и эти, и эти. Но один, который ненавидит евреев и который делает войну. А другой язычник, который любит и становится как бы частью народа Израиля, да. На самом деле в исходе, я сейчас должен глянуть, в 12 или 13-й главе там написано. И вышли с народом Израиля... Асавсуф. Да. Асавсуф. То есть народы иноплеменные. Да. Огромное количество. Никто даже не знает сколько их. Может быть их было числом даже больше, чем самих евреев. То есть они вышли, вместе с Израилем стояли вокруг горы Синай. Да. И Тура к ним тоже была обращена. Так почему же все-таки в поколении Павла это была тайна для Израиля, что язычники тоже должны были быть приобщены? Да. Теперь смотри. Спасение от евреев. Это... Ну об этом не спориться. Ишуа сказал это самаритянке. Да. Теперь... А тайна заключается в том, что и язычники будут иметь доступ к святая святых. Вот в это тайна была. Что не нужно уже этой большой иерархии. Потому что у Израиля есть Коаним, Коанагадоль, Коаним, Леви, Исраиль. Да. Здесь посредством Ишуа есть доступ. Вот это тайна. Окей. Вот это тайна. Думаю, что там пошире, но давай вернемся на Шавот и... Так вот. И Бог принимает и евреев, и неевреев. И прообразы так два хлеба, когда первосвященник превозносит перед Богом. Теперь между Шавуот и первым осенним праздником мы называем это Лето Господне. И мы сейчас с вами вот в этот период. Да. Пророческий. Да. Потому что те два пророческих периода Песах Искупления и Шавуот, когда был излит Святой Дух и началась то, что называется Эра Нового Завета. Да. Оно в процессе, оно исполнилось. А вот то, что называется Харита Ямим, которое начинается с Трубного дня, с Рошешана воплощенного, этого еще не наступило. Был такой профессор в Philadelphia College of the Bible, еврей, его зовут доктор Онзенталь. Он пишет о том, что праздники Господни это как бы прообраз будущего, осенние праздники. И Великая Скорбь начнется как раз таки, когда Ангел Господень протрубит трубою. То есть, он говорит, если весенние праздники сбылись в точности в Ешуа, 14-го Несана, 15-го Несана, 16-го Несана и праздник Пьеддесятницы, да, как бы в точности сбылись в Господе нашем, значит и осенние праздники тоже сбудутся в нашем Господе. То есть, когда Ангел Господень протрубит трубою, тогда мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы, оставшиеся в живых, будем восхищены на небо и будем с ним уже там всегда. И 10 дней, вот этих 10 дней между Роша-Шаной и Йом-Кипуром, мы нашей традицией называем Ямим-Нораим, да, ужасные дни. Так он говорит, вот это будет как раз-таки ужасные дни для народа Израиля, потому что все верующие по всему лицу земли будут восхищены на небо. И те страшные силы, которые пытаются уничтожить сейчас народ Израиля, они не могут из-за молитвы святых. И когда уже святых не останется на земле, тогда всякие Ахмединаджады и ему подобные начнут воевать против народа Израиля. И 10 дней будет достаточно для вот этой консолидации, конвенциональной войны, неконвенциональной войны. Вот эти 10 дней, когда начнется систематическое уничтожение народа Израиля. А потом Ишуа придет и спасет. Как написано у пророка Захарии, он говорит, и сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех народов, всякий, кто поднимет его, надорвет себя, а соберу против него все народы земли. Подожди, и в 12 стихе, в 10 стихе, в 12 главе там написано, а на дом Давида и на жителей Иерусалима благодать и умиление, и они возряд на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем. То есть, если придет спасение, так зачем плакать, когда народ Израиля выходил из Египта, они радовались? А почему здесь они должны плакать? По простой причине, потому что они увидят того, которого пронзили. Окей, это все интересно. Я думаю, что это на самом-то деле более такой стандартный христианское воззрение на эсхатологию на последние дни. У меня есть куча, масса вопросов по этим дням, которые не сливаются, не совпадаются. Я даже слышал от одного человека. То есть, на самом деле, мой интерес не последние дни. Доживем, увидим. Пусть Бог нам только поможет и все. Я, допустим, встречался с этим человеком, который мне сказал, ты знаешь, если воспринимать, вот как она написана, книга откровений, то мы там должны заметить интересную штуку. Интересное то, что она говорит об последних днях, об ангелах, о всяких включенных силах, но не упоминает некоторых важных для евреев вещей. Например, храм. То есть, что важно было для Израиля? Сейчас поймешь, о чем я говорю. Тора, Итият Митцраем, исход из Египта, храм и Машиах. Ну, это вот как бы четыре таких основополагающих вещей. Может быть, Ахарита Ямим, когда ты перестанешь Израиль быть хвостом, станешь головой. Ну, вот такие моменты. И исторически мы знаем, что книга откровений была написана в каком году? В 90-м, примерно, так говорят. А исторически мы также знаем, что храм был разрушен в 70-м. И вот здесь задается технический вопрос. Почему, когда Иоанн писал книгу откровения, понятно, часто он просто цитировал то пророчество, которое он видел. Но там также есть и его выкладки, которые он поясняет. Разрушение храма было настолько знаменательным событием, что ему хотя бы пару раз следовало бы, скажем так, написать. И если не покаетесь, то будет с вами как храм разрушен или чего-то в этом роде. Почему я говорю про это? А это ни разу не упоминается. А может быть у нас датировка с проблемой, проблемная датировка откровений. Может быть оно было написано значительно раньше разрушения храма. И вот эти охаритая мим, которые там подразумевали, что будет мерзость запустения на святом месте. И все такое. Ведь мерзость запустения, это как раз-то по месту про храм, который должен был быть разрушен и поруган. Может это говорится о тех днях. Я не утверждаю, что это вот есть истина. Но я сегодня бы, вот лично я, менее однозначен в утверждении в эсхатологических событиях. Я верю, что Ишуа придет. Я верю в воскресение из мертвых. Я верю в вознесение. Я верю в воскресение общее и восстановление царства. И когда мы вообще век будем здесь на земле, преображенной, исправленной. Когда небеса сравняются с землей и исполнится молитва. Ну, давай, может, вернемся к жертвам. К жертвам. Мы сейчас... Мой поинт, я не понял. В чем твой вопрос? В чем мой поинт? Ты сейчас сравнил Роша Шана и подвел это к эсхатологии. Ты указал на этого профессора. Я сказал, что есть альтернативное мнение. Я не знаю. Между прочим, многие амин-леонисты, они говорят, что тысячелетнее царство – это прообраз. То есть, посмотрите, они говорят. Если Иисус правил тысячи лет, а потом, когда был раскован сатана и вышел на свободу, и он мог захватить с собой часть людей, чтобы восстать против Бога. То есть, другими словами, тысячи лет не помогут тебе, если ты не сделаешь сейчас это решение. Правильного выбора. Даже тысячи лет, которые ты будешь находиться в мессианском царстве, и потом придет сатана опять тебя искусить. То есть, здесь говорится как бы образно. Да, понятно. Но я лично верю, что… В реальные даты, да? Да, потому что мы интерпретируем Писание буквально всегда. Аллегорически мы интерпретируем Писание тогда, когда буквально интерпретация не имеет смысла. Окей, но вот здесь, особенно про эсхатологию, не все понятно. И я опять сошлюсь на то место, которое сказал апостол Петр, что ни одно пророчество не было истолковано корректно до момента, пока оно не исполнилось. Поэтому поживем, увидим. Но давай все-таки вернемся и рассмотрим жертвы, которые случились там, в Рошешана, в Йом-Кипур и в Суккот. Но давай мы сделаем это уже в следующей передаче, потому что мы и так дали объем нашим слушателям. Пускай послушают, порадуются, подумают, покритикуют, а мы потом продолжим. Спасибо. 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 Спасибо.